Всем привет! Я Виктор Стельмах И это мой видеоблог Стельмах Профто Сегодня я На тесте Нового, третьего поколения Хюндай Тусон Этот автомобиль Стал очень похож На Хюндай Санта Фе Он стал больше Он стал выглядеть Премиальнее И красивее И вон он предлагается С пятью моторами Тремя бензиновыми И одним дизельным силовым агрегатом Сейчас я сяду за руль И мы узнаем Как он ездит Вот у нас есть спецификация на машину На которой мы едем Тут конечно неправильно написано Потому что здесь написано 185 киловатт 136 лошадиных сил Мощность мотора А все на самом деле наоборот 136 киловатт Это же и есть 185 лошадиных сил Максимальная скорость 201 километр в час Разгон до сотни Непонятен Тут его нету Это у нас Двухлитровый дизельный мотор С шестиступенчатой Механической коробкой передач Да и полный привод В этом автомобиле Тоже у нас Тут крутящий момент Целых 400 ньютонометров И начинается этот момент С 1750 оборотов в минуту То есть Это тяговитый Хороший Двухлитровый дизелек Вот марочка На автомобиле Голографическая Республика Сербия Это сработала Система контроля За мертвыми зонами Показала Что слева автобус И что нам лучше туда Не съезжать на эту полосу А теперь сработала Система контроля За мертвыми зонами Справа Езда есть Большина конечно Да В Белграде ездят еще Более нахально Чем в Киеве Мы едем на Двухлитровом Дизельном Дизельном Да Дизельном 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 Да Пластик Мягкий 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 Ты слышал этот звук Да Тут жесткий Но тут обычно никто не трогает Поэтому он жесткий И вот тут обычно никто не трогает И он жесткий То есть Частично мягкий Частично жесткий Комбинированный пластик Вот Ручки Кстати Настоящие Металлические И Hyundai Особо это дело Подчеркивает Говорят что Вот Это у нас Не какой-то там Металлизированный Пластик А настоящий Металл Который на ощупь Даже В жару Будет холодным Но может быть Вот только что Когда мы очень близко Подъехали к впереди Идущей машине Запищала система Предупреждающая о том Что Мы на недостаточно Безопасном расстоянии Мы не пробовали Конечно Чтобы она сама Автоматически Могла затормозить Как это обещает Производитель Это опасно Но Звуковой сигнал Пи-пи-пи Мы услышали Над головой Очень много места Здесь Даже при моем росте Хватает места Места стало больше И сзади Колесная база Если я не ошибаюсь 2.670 У нового Тусона Поэтому Места для задних Пассажиров Достаточно Но я когда Пересяду на водительское кресло Проверю еще Сам за собой Действительно ли это так Ну вот Такое получается Перекрестное пление Мы снимаем их Они снимают нас А потом Все рассказывают Что у них был Эксклюзивный тест Первый Первый Ну на самом деле Реально да Это эксклюзивный тест Потому что Из Украины Вместе с руководителем Приехало сюда Всего 9 человек Вместе с руководителем Да Со всей страны 9 человек Это не так много Соответственно Это действительно В какой-то степени Эксклюзив Тут платные дороги В Сербии Вот это вот Сербские деньги Нам в конвертике Положили Мы сейчас будем платить За Проезд по платной дороге Интересные деньги Я таких никогда не видел Интересно сколько Динары Динары Да Сербские динары Интересно сколько тут Надо платить Вот у нас тут Два конвертика Конвертик номер 1 С деньгами И конвертик номер 2 На случай А это мы пока не платим Это вот оказывается Мы сейчас только берем талон А это мы берем Да Это мы на въезде Пока берем талончик А платить будем? Ага да Вот Платить будем Когда будем выезжать Так что деньги Сербские динары Я пока кладу Обратно в конверт Вот А мы посмотрим Что у нас находится В конверте Номер 2 Я так подозреваю Что там инструкция Что нужно делать В случае атомной войны Потому что Ооо нет Тут тоже деньги По-моему Это похоже на подкуп Журналистов Чтобы было понятно 50 динаров Это где-то пол евро Даже меньше За кого они нас принимают Вообще Я думаю Не удастся им Ничего не удастся Да Не купят Ну вот Пригодились нам Деньги Все-таки Это не взятка Приятно Что о нас Хорошо думают Мы сейчас будем платить На выезде С Скоростной магистрали Правда Я не заметил Какая у нас там была Максимальная скорость На скоростной магистрали А я тебе скажу 120 ограничения было максимум Да В Сербии На скоростной магистрали Ограничение скорости 120 км в час Я не понимаю За что вообще Не берут деньги Обычно Кстати На международных Тест драйвах В цивилизованных странах Просто Электронную марочку Клеят На лобовое стекло И автоматически Да И автоматически На въезде Ее считывают И не нужно Никакого черного нала Но я думаю просто Что все дело в том Что мы В Сербии А 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 Вот Нам Выдают Чек Сдачи Не дают То есть Нам не удалось Сэкономить Пару евро На пиво Да Так Я начал Говорить о том Почему тут Вот первый конверт У нас теперь пустой Да Почему нам дали Именно наличные Потому что В Сербии Как и в Украине Все построено На черном нале Тут тоже Теневая экономика Это мы приехали На полигон Под названием Навак Который тут Называют еще Тренинг центр Посмотрим Что мы здесь Будем делать Да Вот так вот Работает Камера Заднего вида Здесь С направляющими Картинка Хорошая И в общем то Парковаться легко Мы сейчас На драйвинг Центре Навак Тут нам обещают Показать На что способен Новый Тусон И с точки зрения Динамичного Прохождения Поворотов И с точки зрения Управляемости Вот И самое интересное Что нам это Не только покажут А разрешат Все это Самим проверить За рулем Для того чтобы Как говорится Не быть голословными А все По честному Поэтому Скоро я сяду За руль Тусона Третьего поколения И проверю Действительно ли он Так хорош По управляемости Как об этом Показывают Как это показывают В рекламном ролике Мы на треке Навак И мы сейчас Тут хотим Проверить Как Ведет себя Тусон На треке Трехкилометровый Трек С резкими Поворотами Но скорость У нас Небольшая Мы сейчас Едем Километров 70 Всего-навсего У нас Дизельный Тусон Двухлитровый С механической Коробкой Передач Ну не знаю Крены есть Конечно Но крены Небольшие Поэтому Вполне На той скорости На которой Нас ведет Инструктор Ехать смешно Скажем так Вот Запипикала Система Которая Говорит О том Что мы Слишком Близко Приблизились К впереди Идущей Машине Вот Чуть-чуть Даже Запищали Шины Но все равно Это 60 Км в час Это не серьезно А вот сейчас Почему-то Система О том Что мы Близко Приблизились Не сработала Заходим Ворота Можно Подумать 80 Набираем 80 Км в час И судя по всему Будем делать Переставку Ну вот 66 Было Ерунда А вот Теперь Мы сделаем Славом И посмотрим И посмотрим Не знаю На самом деле Выглядит все это На уровне Автошколы Все эти тесты Я понимаю Что Разный уровень Журналистов Которые сидят За рулем И Корейцы Боятся Что побьют Машины И такое Бывало Уже не раз Но Если подойти Объективно Если подойти Объективно То я могу Сказать Что Рулится Новый Тусон Неплохо Кстати У нас тут Возникло Разночтение Которое Переросло В спор Потому что Только на Пресс-конференции Три раза Его называли По-разному Его называли Тусон Чуксон Тускан Короче говоря Кто как может Тот так его И называет Официальное название Тусан Ну в общем Вы конечно Называете этот автомобиль Как хотите Но Едет он Неплохо Должны Разогнаться До 90 км В час Затормозить И на 90 км Сделать Переставку Ну вот Сейчас проверим Ну и что По-моему Какая-то ерунда Во всяком случае Я не почувствовал Никакого адреналина Я думаю Что На самом деле Это мне Очень помогли Системы безопасности Которые Установлены В новом Тусоне И Эти системы Безопасности Действительно Помогают Водителю И Они Такие Как в премиальных Автомобилях На класс Высшем Водителю 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 Мы сейчас Установили Спортивный режим Движения Для того Чтобы проверить Это мы ехали В обычном Нормальном режиме В комфортном Вот Спортивном режиме Движения Мотор Гудит Сильнее И даже Несмотря на то Что у нас Механическая Коробка Передач Чувствуется Что Он Отзывчивее Плюс Рулевое управление Стало Немножко Жестче Но Ровно Настолько Чтобы Обыватель Который Будет ехать За рулем Тусона Почувствовал Что это Спорт Что он Едет Спортивном Режиме Вот Даже Шинки У нас Начали Посвистывать В целом Вот Вот Автомобиль Мне Нравится Управляемость Тусона Абсолютно Нет Такого Ощущения Что Мы Управляем Большим Автомобилем Слышал Что он Сказал Высадит Нас Если Будем Плохо Себе Вести А Ну Ладно То есть Нас Еще Пока Не Высаживаем Так Что Тест Продолжается А Вот Сейчас Пришло Время После Трека Проверить Каков Тусон На Бездорожье Здесь На Полигоне Наваг Для Нас Устроили Внедорожный Полигон Внедорожную Трассу Точнее И Мы Сейчас Поедем На ней Покатаемся Вы Конечно Прекрасно Понимаете Что Внедорожная Трасса Это Ненастоящее Бездорожье Вот И Это Так Для тех Кто хочет Поехать На пикник С Семьей Новый Тусон Для этого Очень Хорошо Подходит И Вдруг Ему Попадается Какой-то Участок Который Может быть Если бы Он ехал На седане Смутил Б Водителя Ну А на Тусоне Он Может Попробовать Этот Страшный Участок Преодолеть То есть Это То Что Называется У нас Бытовое Бездорожье Или Или Фактически Все Пригородные Дороги И съезды С дорог В Украине Так что Я думаю Что Мы Пройдем Все испытания Вместе С новым Тусоном И нигде Не застрянем Сейчас Проверим Нам сказали Сейчас Включить Блокировку Вот я Включил Блокировку Вот здесь Вот кнопочкой Непонятно Зачем Но Мы Сейчас Поедем Вот Бочком Будем Заезжать Вот Тут Такая У нас Такой Бугоров У нас Вот Мы Бочком 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 Аккуратненько Едем Ого Как Машина Нагнулась Вот Мы Бочком 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 Едем По такому Наклонному Вот Мы Съезжаем Аккуратненько Сказали Ехать Очень Аккуратненько Естественно Но Если Это Семейный Автомобиль То Кто Будет На нем Рисковать И Вот Мы Так Аккуратненько Преодолеваем Сербское Бездорожье Вот Тут У нас Большой Спуск Мы Сейчас Как раз Подъехали И Не Видно Что Там Внизу Сейчас Автомобиль Будет Опускаться Вот Нам Там Показывают Аккуратно Аккуратно Да Вот 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 Теперь Заезжаем На Холм Вот Такой Холм Тут Его Видно Сейчас Мы Будем Потихонечку На Него Заезжать Конечно Ничего Сложного Тут Нет Самое Главное Аккуратно Давить На Газ Для Того Чтобы Автомобиль Не Вылетел Вот Теперь Мы Включаем Систему Вот 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 Мы Включаем Систему Спуска С Холма Вот И Начинаем Потихонечку Спускаться Я Правда Ничего Не Вижу Просто Прямо Да Мы Едем Просто Прямо А Уж Куда Мы Едем Вот Только Сейчас Из-под капота Показался Кусочек Трассы Говорят Убрать Ногу С педали Тормоза Но Я Когда Убираю Автомобиль Как-то Очень Быстро Начинает Спускаться Мне Кажется Что Тут Что Неправильное Мы Взяли На Тест 1.6 Литровый Бензиновый Тусан Мощностью 177 Лошадиных Сил Шестиступенчатой Механической Коробкой Передач И Я Хочу Сказать Что С Таким Мотором Мощности Вполне Хватает Автомобилю Отлично Она Едет Для Тех Кто Ленится Переключать Передачи Им Не Нужно Пугаться Этой Механики Потому Что Едешь Фактически Как На Автомате Крутящего Момента И Тяги Хватает Воткнул Одну Передачу И Едешь Себя Спокойненько В салоне Тихо В общем Практически Идеальный Вариант Если Конечно Будет Нормальная Цена Для Того Чтобы Взять Такую Машину В Семью И Прекрасно На ней Ездить И По Городу И По Трассе Комфортно Удобно И Я Надеюсь Экономично Во всяком Случае Сейчас После Полигона После того Как На этом Автомобиле Гоняли По Треку И Ездили По Внедорожному Участку Специальному Здесь Среднее Потребление Топлива Всего Навсего 14,2 Литра На 100 Км И Это При том Что Этот же Автомобиль Еще и Фотографировались Со Включенным Мотором То Я Думаю В реальных Домашних Условиях По Бензину Здесь Будет Наверное Литров 9 Во всяком Случае До 10 Он Должен Точно Уложиться Третий Тусан Построен На Абсолютно Новой Платформе Колесная База У него Теперь 2670 Миллиметров Поэтому Места В салоне Стало Больше И Тут Легко Поместится Пятеро Причем Высоких И Упитанных На выбор Предлагается Пять моторов Два Бензиновых И Три Дизельных Мощностью От 115 До 186 Лошадиных Сил Коробки Передач Шестиступенчатые Механическая Автоматическая И Семиступенчатая С Двумя Сцеплениями Привод Передний И Полный Но Несмотря На Полный Привод И Электронную Межосевую Блокировку Внедорожником Тусан Назвать Сложно Ведь Дорожный Просвет У него Чуть Больше 17 Сантиметров Их Вполне Достаточно Для Города И Недалеких Пригородных Вылазок Среди Конкурентов Тусана Мазда ЦХ5 Новый Тусан Уже Никто Не Посмеет Назвать Тушканчиком Выглядит Кроссовер Как Автомобиль На Класс Выше А по Отдельным Опциям Даже Опережает Некоторые Модели Премиум Класса Например Для Нового Тусана Можно Заказать Сиденья Не Только С Подогревом Но И С Вентиляцией Кроме Того В Новом Тусане Есть Практически Все Модные Системы Материалов Отделки Салона Они Добротные Но Соблюдая Традиции Класса А Тусан Как и раньше Массовый Доступный Автомобиль Пластик У него В салоне Мягкий Не Везде А только Там Где К нему Часто Прикасаются Пассажиры Новый Тусан Находка Для тех Кому Не Хватило Денег На Хюндай Санта Фе Ну Вот так Проходит Презентация Сюндая Тусан Уже Украине Вот он Красавчик И между Прочем Его Представляют На Парковой Аллее На так Называемой Вертолетной Площадке Януковича В том Месте Где Представляли Новый Рейндж Ровер И Новый Вольво XC90 Это Не Случайно Ведь Новый Хюндай Тусан Действительно И по Комплектации И по Виду Выглядит Как Автомобиль На Класс Выше И Я Думаю Что Сегодня В день Презентации Нового Хюндая Тусан В Украине Все-таки Сгрустнулась Тем Кто Поторопился И Купил Себе Хюндай Санта-Пе Кстати Уже Известны Цены На Новый Хюндай Тусан За Переднеприводную Версию Они Стартуют 643 Тысяч Гривен А За Полноприводную 753 Тысяч Гривен Соответственно Это Действительно Бомба Потому Что Это Невысокая Подписывайтесь На Мой Видеоблог Читайте Мои Тесты На Автоконсалтинге И Слушайте Мою Программу Стельмагдасавто На Радиовести И Конечно Ставьте Лайки Мои 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 Продолжение следует...